Здравствуйте, друзья! Я думаю, что те из вас, кто примерно моего возраста, а мне 62 года, наверняка помнит такой замечательный художественный фильм из прошлого, как Бумбараш. Я вспомнила его сейчас по поводу возлюбленной Бумбараша. Помните эту героиню? Помните, такая деревенская девушка, кстати, погибла по сюжету. Очень было грустно смотреть на эту. Так вот, она мне почему-то запомнилась, вернее, врезались в мою память ее бусы. Так нравилась она в своих незамысловатых, милых бусах. И то, что она деревенская, вот так хотелось ей украсить себя. Ну, а я собираюсь поделиться с вами информацией о том, как обстоят у нас дела с бирюзой в США. Узнала я об этом из интернета на русском языке. Кто и как добывают бирюзу? Кому принадлежат месторождения бирюзы в моей стране проживания в США? Давайте послушаем специалиста-минеролога. И сейчас индейцы занимаются тем, что они продают белым майнерам лицензии на разработку. То есть они сидят и, значит, получают часть товара. И, значит, все эти территории. И племя Наваха договорилось до того, что вообще это считается только их национальным камнем. И ни одно изделие на территории этих штатов без специального отчисления в казну резерваций невозможно. То есть это все как бы монополия племени Наваха. И вот они всячески это все дело культивируют. Ну, конечно, бирюза у них аризонская. Она, конечно, роскошная бирюза. Один раз впечатлилась. Ну, Саша Никифоров приводит все время сувененов. Потому что там дорога из Туссона, она все время проходит недалеко от резервации. Там не заезжал в резервацию, Лен. Там, конечно, смотреть на эти рынки с бирюзой, там через 20 минут глаза уже на них не смотрят. Потому что это сплошное серебро и бирюза. Да, вот посмотрите. Вот такие вот, это очень, кажется, цененые такие вот серебряные изделия Наваха. И вот видите, женщина-индианка Наваха. Вот вся такая вот в бирюзе. Ну, и вот тоже картинки с этих вот развалов, которые около придорожные. Где тоже колоссальное количество серебра и бирюзы. Вы знаете, друзья, у меня когда-то в жизни было достаточно так много приобретено украшений из бирюзы. Я так сейчас понимаю, что она мне давным-давно нравилась. Ну, раз я ее купила, значит, нравилась. Ну, вот посмотрев видео ученого, миниоролога или геолога, или того или другого, специалиста, в общем, я понимаю, что вот это у меня все искусственная бирюза. Ну, потому что она дешевая, друзья. Настоящая бирюза, я теперь понимаю, как она дорого стоит. Вы знаете, я после наводки вот этого человека, видео которого, кусочек видео, которого я вам показывала, я сходила, написала в гугле, сейчас скажу, как я написала, потому что он упоминал в своей речи Аризону, город Туссон. Это второй, по-моему, по величине у нас в Аризоне город. Вот. Это места обитания племени Наваху. Ну, сейчас там резервация, да. И вот они закон установили, что вся береза принадлежит им. Вы знаете, я наш первый сайт, я открыла, там, где настоящие украшения. Я-то приобретаю, вот знаете, на веб-сайте, в интернете бусинки и создаю украшения, поэтому они у меня простенькие. Вот. Вот это мое украшение. А там, значит, были изделия, если браслет, то там и металлическая часть очень декоративная, ну, такие настоящие украшения, мастерами и мастерицами изготовленные. И цена за одно украшение, например, браслет, от полутора тысячи долларов. Ну, мужчина же в своем видео, он упоминал какие-то придорожные магазинчики, понимаете. А видно самые-самые дорогостоящие, самые красивые украшения. Вот они такой, такой цены от полутора тысяч долларов. Вот. Я поняла, какая дорогая бирюза. И, значит, да, они действительно очень красивые. Вот. Там, значит, если кулон, подвеска на шею, то там это так это массивное украшение. Будет не то, что какая-то фигулька маленькая на цепочке. Нет, там это самое. Вы знаете, даже по телевизору, вот я смотрю канал о пришельцах. У нас этот канал называется History, то есть история. И там выступал тоже, кстати, из племени Наваха ученый мужчина. И хотя он современный человек, но у него была, значит, подвеска. И тоже с бирюзой такая, ну там не было, там все было, бирюза и еще какой-то камень. Не было даже цепочки. Вот. Массивное такое украшение. Вот все-таки любят они. Не только на продажу изготавливают, но и для себя. Ну, а я вот в свое время накупила в Санкт-Петербурге вот такой вот бирюзы. И долгое время думала, наверное, я не помню сейчас, друзья. Скорее всего, я думала, что это настоящая бирюза. Вот такая она дешевая, красивая и дешевая. Вот такое колечко тут у меня. Тут у меня все мельхиор. Вот это вот мельхиор однозначно. Вот это вот. Даже как-то такое питерское какое-то название было вот у этого набора. Это был кулон на цепочке и серьги. Какое же питерское название? Монферран или что-то такое. Что-то с летним садом вроде связано. Я забыла. Вот. Я думала, что это настоящая бирюза. Но стоило это недорого. Поэтому никакая это не настоящая бирюза. Помню, брат мне дал деньги на день рождения. 50 рублей, по-моему. Я тут же побежала и купила себе искрошки. Бусики искрошки. Вот они тоже. Но это вот мой самый любимый, пожалуй, цвет. Вот такой вот темно-голубой цвет. Вот. Он на них посмотрел, говорит. И ты думаешь, вот это бирюза. Я говорю, да. Но у меня нету под рукой сейчас вам показать. Вот. А он говорит, да это наверняка пластмасса. Но мне не хотелось верить в это. А вот в желтом металле у меня еще серьги такие есть. Значит, здесь вот такие вот кабошоны. Оправлены в желтого цвета металл. Это не золото, ничего. Это все бижутерия. Вот. Ну просто я... Ой, вот тут вот то ли чистила я, у меня следы мельхиор я чистила. И вот у меня следы остались. Знаете, какой простой способ я применяла чищу украшения? Зубная паста и щетка. Помогает, кстати, чище становится. Но есть сейчас и специальное средство. Вот. Это вот я вам показала, друзья. Вот именно такой цвет. В основном все-таки любимый, да. Но это сделанная береза. Каким-то образом там... Там и повышение температуры. Ну то есть, значит, нагревают березу. Чего-то там спаивают. Чего-то там сплавляют. Вот. И даже научились, как видите, вот прожилки березы делать. Вот везде есть прожилки. Я думала, вот это вот точно у меня настоящая береза. Ха-ха-ха. Ну вот, друзья. Вы видели, каким образом я проверила, да. Вот до сих пор у меня лежит этот обгоревший кусочек березы. А в формуле, кстати, березы есть фосфор. Вот поэтому она взрывается при нагревании. Вот на такой маленькой свечке я насаживала. И дважды у меня взрывалась. Шипела и взрывалась. Это фосфор. Так горит. Я так думаю. Вот. Наконец-то у меня настало время в моей жизни, что я... Ну я же проверила березу. Все. Теперь-то я думаю, что... И теперь я купила дорогую березу. Вот. На том сайте продаются только бусинки. Вот. Я верю в их материал, что они продают настоящие натуральные камни. Но там только бусинки. Никаких вот таких вот кабошонов. У меня нет возможности сделать что-то наподобие вот этого. Я могу сделать только бусы. Могу их разнообразить там бисером. Вот у меня. Посмотрите, друзья, я специально приобрела. Ну это же творческий процесс. Захочу бисером разноображу, да. Захочу металлические вставочки. Вот сделаю. Вот здесь вот, например. Вот. Теперь у меня... Мне 62 года. Ура, ура! Наконец-то у меня есть настоящая бирюза. Ну вот цвет, как видите, никак... В основном все люди любят не вот такая голубая бирюза, а вот такая вот зеленоватая. Ну тут, если приглядеться, есть и коричневые оттенки, пятнышки, черные, можно сказать, даже пятнышки, коричневые пятнышки. Вот, некоторые бусинки встречаются такого, знаете, зелено-желтого цвета. Вот. Мне этот цвет тоже нравится. Вот. Ну, ну нет вот там на сайте вот именно вот такого голубого цвета. Нету. У меня две бирюзы. Двух разных цветов. Вот это вот просто бирюза у них называется. Так, а это-то какая? А, перуанская, из Перу. Вот. То ли я вам сказала, то ли не сказала, вот где настоящее украшение, изысканное, продаются от племени Наваху. Полтора тысячи на сайте, на одном я увидела за один браслет. Ну, там крупные, конечно, вставки из бирюзы. Там крупные, да. Много бирюзы используются, во-первых, поэтому дорого стоят. Во-вторых, они ценят свою работу. И то, что они владельцы этих месторождений бирюзы, поэтому они и диктуют цены, я так думаю. Думают, наверное, что какую цену поставим, зато и будете покупать, потому что нигде больше вы не найдете такой хорошей бирюзы. Действительно, у них бирюза очень красивая. Небесноголубая тоже в основном. Ну, вот такую в основном я видела у них цвета, да. Но она натуральная, естественно. Вот, они ее сами добывают, сами делают украшения. Вот, и там четыре с половиной тысячи есть украшения, пять тысяч. Я уже даже дальше смотреть не стала. Мне стало, мне поплохело, я ушла от этого сайта. А так я думала, ну, может быть, там настоящую бирюзу приобрету. Ладно, буду довольствоваться тем, что есть. А то, что есть, это я могу купить бусинки, которые я проверила, которые, как говорит ученый, минералог бирюза, она при нагревании шипит и взрывается. Вот это мои бусинки. Ну, и знаете, друзья, вот так автоматически, если один материал проверил, и он натуральный, то, мне кажется, уже другая бирюза тоже. Я уже автоматом просто верю. Вот эту бирюзу другого цвета, да, перуанскую, у меня не было в остатках ничего. Мне не с чем было проделать эксперимент с нагреванием над огнем. А здесь у меня случайно... Ой, кстати, вот эта бусинка, почему я ее не применила? Она была не круглая, а как будто, знаете, шарик и срезанный такой срез был. Но этот срез мне тоже, как эксперимент, я его разглядела в лупу. Там однородный такой материал, точно такой же, как по поверхности бусины. Понимаете? И внутри. Ну, явно напрашивается мысль, что, значит, не пытались ее красить. Это натуральный, природный цвет. Вот. То есть, вот так вот я визуально осмотрела и подожгла еще на огне. Так, друзья. Вот получилось у меня скупленной бирюзы. Вот такие двухрядные бусы. Вот. Я их... Чтобы их... Чтобы красивее было и... И чтобы... Так. Что? Ну, вот я знаю, что бирюзовый цвет очень красиво с золотом, поэтому я здесь бисер применила золотистый. Вот. Красиво, действительно. Я еще потом, кстати, вот тот же самый принцип вот здесь вам покажу. Я сейчас работаю над изумрудными украшениями. Вот. Сейчас покажу. Вот у меня трехрядные бусики и вот к ним сережечки. И вот здесь тоже я тоже применяю, значит, такой же бисер. Золотистого цвета бисер и бусинки изумруда. Вот. То есть у меня это на ходу такой... В ходу, вернее. Приемчик. А началось все с того, что я выбрала золотистый цвет у замочка. У замочка. Вот. И пошло-поехало. И потом думаю, ага, если золотистый замочек, значит, можно золотистый бисер применить. И вот. Значит, это на мэмори проволоки нанизаны. У меня бусинки бирюзы. Ой, как хорошо говорят и пишут про бирюзу. Она просто волшебная какая-то, вы знаете. Вот. Так. Сейчас рассмотрим. У меня тут одни получились. Сколько получается материала у меня зависит от того, сколько у меня имеется в наличии исходного материала. То есть вот такие веселечки каплевидной формы. Значит, здесь вот капелька сама, да? И еще веселька внутри. Ну, это творческий процесс. Вот, друзья, попробуйте. Вам понравится. Это захватывает, интересно, красиво, некрасиво. Иногда некрасиво получается. Переделываешь, что-то заново придумываешь. Вот. Вот такие вот сережки. Посмотрите, как это изделие смотрится на мне. И пойдем дальше. Вот. Как я уже упомянула, еще одна, один вид бирюзы у меня. Я автоматически верю, что это натуральный, потому что я верю уже продавцам на этом сайте. Вот. Это американский сайт. Офис находится в Массачусетсе. И мне приходит упаковка с очередным заказом, да? Что я заказала. И там адрес Массачусетс. Не Китай, ничего такого. Это наша американская компания. Но, вот, например, это-то перуанская бирюза, да? Про эту я забыла сказать, что я не знаю, аризонская она или не аризонская, они не написали. Они просто в описании к бирюзе, у них есть такое общее описание ко всем видам бирюзы, которые у них имеются в наличии, что у нас в США самая хорошая, самая качественная бирюза добывается в Аризоне и еще где-то, я не помню. Вот. А вот это перуанская бирюза, ну, то, тоже она такого, такого зеленоватого, я бы сказала, 3-4 оттенка зеленого цвета здесь, мятного цвета еще можно у нас сказать, да? Приятная такая бирюза. И если первая бирюза у меня 4,5... Не, 6 мм. 6 мм, то это 10, существенно так, да? 10. Поэтому один ряд пус я сделала. Вот. Здесь вот, по-моему, красиво получилось у меня. Посмотрите, друзья. Во-первых, я научилась закрывать узелок вот в такой вот продолговатой бусине. Она, наверное, специально такая существует. Вот остальные у меня такие круглые, можно сказать, формы, да? А вот это вот, она длинная. Вот там запросто запрятать этот узелок. А узелок, ведь он... Я вот, например, здесь сделала двойной. В английском языке он у нас даже называется хирургический. Не просто вот один раз завязать, а там перед вторым завязыванием еще раз прокрутить. Вот. Чтобы напрочь не развязался он уже, да? Вот. Хирургический. Вот. В России, по-моему, он называется текстильный. То есть, текстильщики такой узел применяют. Вот. Я его здесь применила. Это на леску нанизано у меня здесь. Вот. вот узелок запрятала. И вот разные, они круглые по форме, металлические бусины, но они разные. Я считаю, вот такое разнообразие пошло на пользу. Когда я только этим занималась, я только одни пусины из основного материала нанизила. Сейчас вот у меня вот такое творческое направление, что я добавляю металл. Ну, а раз металл у меня добавлен в браслет, то я решила, что можно, значит, и сережки тоже. Здесь вот у меня как бы все на тему природы, да, вот бабочка, цветочек и листик. Вот. Вот такие вот сережки. Висюльки. Не тяжелые. Этот бирюза не тяжелая. Я, например, вот это вот на мне малахит тоже 10 миллиметров диаметр бусин. Тяжелые по сравнению от земля и неба. Особенно вот, например, с бирюзой. Бирюза вроде какой-то такой пористый, знаете, камень. Вот. А малахит такой, наверное, плотный и тяжелый. Вот. Поэтому вот эти сережки не тяжелые. Две бусинки здесь. Вот. Вот такой вот набор. посмотрите вот тоже как он смотрится на мне. Как на модели. Но, друзья, я это делаю для себя, не на продажу. Вот. На старости лет я занимаюсь украшательством себя любимой. . Украшательство